Многие загадки Второй мировой войны не разгаданы до сих пор. Большое количество архивных документов продолжает храниться под грифом «Секретно». Масса домыслов и лживых фактов, которые в наше время пытаются выдать за правду. Политическая обстановка в мире такова. Чуть ли не каждое государство переписывает войну так, как выгодно ему. Умаляется великая победа советского народа над фашистской Германией и поливаются потоком лжи наши солдаты, освободившие мир от коричневой чумы XX века. Когда фашисты пришли на наши земли, оккупировали огромные территории, угоняли в Германию детей и женщин, жестоко казнили партизаны-подпольщиков, издевались над девушками и расстреливали детей, у красноармейцев было одно желание – захватить Германию и мстить безрассудно всем, всем и всем. Верховный главнокомандующий Советского Союза предвидел такую ситуацию и подготовился к ней. Обращаюсь к личному составу Красной Армии. Мы вступаем на земли противника. Прошу вас быть не только храбрыми воинами, но и сохранять самообладание. Не забывать, что вы советские люди. На завоеванных территориях никто не должен подвергаться насилию, ни одна женщина любой национальности не должна пострадать. Виновные будут наказаны по законам военного времени. Такой приказ издал Иосиф Сталин. В фашистской Германии пропаганда была так убедительна, что жители ожидали прихода русских с великим ужасом. Им внушалось, что солдаты применяют насилие ко всем без разбора. Министр пропаганды Геббельс так поднаторел в лживых убеждениях, что даже своему дневнику поведал псевдофакты о том, что бойцы Красной Армии надругались над всеми женщинами городов и поселений, встречавшихся на их пути. Мы с таким ошеломительным успехом провели пропаганду относительно намерений русских, что довели жителей Берлина до паранойи. Они готовы были поверить в любые преступления солдат и были убеждены, что Германию захватят чудовище. Сделал признание в послевоенное время помощник Геббельса доктор Науман. Стоит отметить и тот факт, что немецкие женщины сами предлагали себя советским солдатам. Они знали, что за немецкой армией всюду перемещались публичные дома, считали это нормой и не могли понять, по какой причине красноармейцы отказываются от их услуг. Конечно, единичные случаи мародерства и насилия встречались, но их было ничтожно мало по сравнению с тем, сколько деревень вместе с жителями было уничтожено немцами. На территорию Германии заступили семь армий численностью около миллиона человек. Преступлений, зафиксированных военной комендатурой, 124. Из них надругательств над женщинами было совершено всего 72 раза. За данные преступления приговоры выносились сразу, без суда и следствия. Бойцов, нарушивших приказ Сталина, расстреливали на месте. Современные СМИ, так же, как и Геббельс, в свое время пытаются очернить солдат Красной Армии перед всем миром. Они публикуют данные, в которых говорится о том, что во время Второй мировой войны наши солдаты не пощадили более миллиона женщин и надругались над ними. Это подлая ложь, которая распространяется сейчас с единственной целью перечеркнуть подвиг советских людей, принизить Россию и показать свое превосходство.